Ведущий научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Алексей Андреев запустил проект, который позволит систематизировать известные данные о лунных кратерах. В дальнейшем это поможет улучшить действующую систему навигации на Луне, ведь для этого необходима опорная сеть на поверхности, включающая кратеры с их селенодезическими характеристиками. Вместе с командой будет создан программный комплекс по регрессионному моделированию спутниковых наблюдений. Дело в том, что современные космические миссии получают топографические данные в разных системах отсчета. Для дальнейшей обработки этих самых данных их необходимо привести к единой системе отсчета, и именно такая задача стоит перед учеными. В настоящее время существует большое количество астрономических данных, которые были получены космическими миссиями для нашего естественного спутника. Нас в первую очередь интересуют топографические данные, то есть данные о высотах поверхности для всей сферы Луны. Проблема заключается в том, что эти данные получены в разных системах отсчета, то есть в каждой из миссий космических данных получили в своей системе отсчета ученые. Соответственно, наша задача заключается в том, чтобы эти данные привести к единому знаменателю или к единой системе отсчета. Полученные в ходе реализации проекты результаты станут основой для роботизированного освоения Луны с целью добычи и переработки содержащихся на естественном спутнике Земли полезных ресурсов, таких как вода, водород, металлы платиновой группы железа и многих других. Проведя в дальнейшем морфологический анализ структуры кратеров и соответствующий отбор по большому количеству параметров, можно будет легко узнать возраст кратера, скорость ударного тела, в результате падения которого был образован кратер, а также угол столкновения астероида с поверхностью Луны. Исследовательская группа планирует спрогнозировать, есть ли в том или ином кратере полезные ресурсы и в каком количестве они там находятся. Как мы с вами знаем, этим летом была запущена миссия Луна-25, которая, к сожалению, успехом не завершилась. И, соответственно, те задачи, которые должны были быть в ней решены, они будут нуждаться в решении так или иначе. Ну, в частности, планируется совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Мягкая посадка может быть осуществлена только при наличии соответствующего координатного обеспечения высокоточного, поскольку в настоящее время без соответствующей системы навигации посадку приходится осуществлять в ручном режиме. Соответственно, если мы систему координат разработаем, можно будет с более высокой точностью такую посадку осуществить. Научные изыскания являются очень актуальными, подчеркнул исследователь, поскольку в ближайшем будущем запланирован ряд российских лунных миссий, в ходе которых должны быть получены данные о вещественном составе полярных зон Луны, а также отработана мягкая посадка космических аппаратов и проведена высокоточная топографическая съемка. Елизавета Газизянова, Универ Новости.